так друзья молодая гвардия героем молодой гвардии от ленинского коммунистического союза молодежи украины такая церковь красивая вот музей молодой гвардии хотим сейчас пойти узнать во сколько будет сеанс так что такие дела он где памятник о молодая гвардия приехала краснодом ты не безымянный имя твое солдат и за освобождение краснодомской земли вечная им память вот так победа читай заливался керосин или сухое горючее а сколько же весит килограмма 2 на 3 4 4 точно эту лампу надо было носить вот так помогает это другой или вот так надо было носить или на вытянутую руку вниз лампу опускать было нельзя потому что лошадь боялась темноты и она штрейки в другие отвлечения бежала поэтому представьте вы вы сильная женщина знаете сколько я уже перетаскала эту лампу я ж сыну говорю помоги пожалуйста а это вот на гора да вот лошади вывозили на гора сначала люди проживали дома барачного типа я прожила 3 4 даже 5 семей но купцы которые были на то время не хотели жить в таких лачоках поэтому начинают строить каменные дома и первые купец ярмаркин который построил каменный дом обустрают территорию вокруг дома эта территория называлась ярмарочной в 1938 году кутор саруфина перегнулся в город краснодон открылась школы артель и мастерские чем исследовательства наши следующие зрения на примере еда киевна пуликова обшивалась и женщин города краснодона сама придумала какие-то патроны платья цеврюшечки на платьице благодаря ней на то время женщины краснодона были самыми модными так они считали а вот мария александра новинцовская знала наших будущих молодогвардейцы не понаслышке она была учителем начальных классов поэтому большинство из них конечно же обучала сорок четвертом году она стоит одно из первых директоров дома музея молодая гвардия потому что ее сын юра лиценоски был участником подполью на то время в городе краснодонье широко было развито шахтерское движение и отцы наших будущих молодогвардейцы и петрачков и елисеенко были ударниками шахтерского труда это орудие шахтерского труда это отбойный молоток и на именно им сначала надо было отбить на огромнейшую глыбу угля затем разробить на маленькие кусочки частности то насколько антрацит там жаркий уголь да да мы за а о но он про ты торешек а скажите а донецка то да ну его не было да еще соответственно краснодон нет у нас 1700 годах это было сначала хутор сорокина потом у нас здесь была казанская железная дорога по которой вывозили уголь затем юзовка была а юзовка это юзовка это донецк астаханов город наоборот стаханов это юзовка а донецк город потом ну а сейчас я буду рассказывать о наших ребятах молодогвардейцев которые проживали ой обучались различных школах первая горьковская школа она находится напротив нашего музея воспитала 28 будущих молодогвардейцев среди них два будущих героя советского союза это олег кашевой на фотографии он ученик пятого класса отвечает урок русской литературы и ваня земнухов он кубу со синие черном костюме нише дистат ивана который был выдан 21 июня сорок первого года буквально накануне войны в эти статьи большинство предметов хорошо да 4 школе училась 16 будущих молодогвардейцев 17 будущих молодогвардейцев среди них тоже два будущих героев советского союза это серёжа тюленин вот он у плаката и любишь утром серёжка был одиннадцатым сыном своих родителей 10 девчонок один мальчишка когда дорожил офигенно верно поэтому он был веселый горной шибутной парень не проходила недели чтобы родители стекли стекла как у соседей так у школе он подложил учителям кнопки на стол намазал доску чтобы мил не писал хотел последний урок аспортеля выпустил воробья ну веселый парень был люба шутцова на фотографии ученица второго класса она была единственной дочерью своих родителей но даже по фотографии видно какая она была пацанка вот за ее характер четвертой школе любу называли тюленин в юбке перед вами 15 комсомольских билетов вот эти билеты которые родители хранили как память о своих детях а затем привели к нам музей тоже на хранение парта за которой сидели наши будущие молодые гвардейцы учительский стол и портфель с которым ходили на учебу как ученики так и учителям ну смотрите кожаные я смотрю раньше были чем отличаются захлебками захлебками я имею в 90-х мы уже ходили не в кожаных конечно я хочу сказать что не дай бог если ученик пойдет таким портфелем двумя клёпками это было наказуемо потому что учитель на то время это был как бог до 18 человек обучилась шестой школе средине будущего советского союза ульяна громова на фотография на внизу стоит от меня 2 платья с большими пуговицами рядом аттестат ульяны который был выдан за месяц в оккупации города краснодона 3 июня 42 года в аттестате 3 предмета хорошо все остальное отлично 13 человек обучалась 22 школе среди них тося елисеевка на фотографии внизу от меня первая со значками а вот на большой фотографии на стене она сидит за второй парте ближе ко мне черненькая девочка в школу поступает на ускоренные курсы учителя и заканчивает эти курсы и возвращается в родную школу учителям русского языка и литературы сорок втором году многих своих учеников она привлекает подполью а будучи за стенках она об этом очень жалела потому что знала живыми оттуда не выйдет никто саму же антонину сажали на раскаленной печи полностью скальпировали все спрашивали а кто все учеников является членами подполью но она молчала затем и выколов глаза живьем сбросили в шур на глубину пятьдесят три метра шур это об шахте шахте мы слышали вот в этой неделе я расскажу о вовлечениях наших будущих ребят молодогвардейцев маленький пулька сахматами перед вами на столике настольной книгой наших будущих молодогвардейцев была книга островского как закалялась сталь эта книга ульяны громовой когда когда анатолий завалил увлекался боксом вот его боксерские перчатки на стене олег кашевой был отменным вратарем футбольный мяч олега вы видите на полочке шкафу внизу а серёжа левошу увлекался биологией в очередном журнала в юно натуралист он читает что можно проделать опыт бутылки вырастить огурец этот опыт у него удался на славу потому что огурец как экспонат на у нас музей находится уже более восьмидесяти лет вот он на второй полке в бутылке форма линингом узнамая сургучом а стёпа сахонов впервые видал фотоаппарат захотел сделать собственно вот его фотоаппарат вместе с фото вспышки и первая фотография из него была сделана в сороковом году на этой фотографии изображен степан вместе со своей двоих родной сестрой и братом феликсом вот такие у нас были у него тоже брат феликс казалось мне что не про вещает берлина 22 июня 41 года начинается великая отечественная война наши земляки уходят на фронт защищать родину защищая своих родных и близких в том числе ваня туркени и борис глава дмитрий огурцов а те кто остаются в краснодоне они убирают хлеб который находился на корне роют окопы при первой городской больнице открывается первый военный госпиталь рядышком это фотография сотрудников хирургического отделения городской больницы старые хирургические инструменты а вот где это вообще это у нас вторая инфекционная больница и подалеку от шурфа она находится в черте города хирургические инструменты да это инструмент для трепанации черепа а еще ребята узнают что под ворошилоградом то есть под луганском зеленой рощи формируется ускоренный отряд радиста туда поступают двоюродные братья левашовы владимир загоруйка и лёва шутов вот она заканчивайте курсы каждому то окончил курсы радистов вручался немецко-русский словарь и малая портативная рация с батареей но было бы сказано мало 14 килограмм а батарея была свинцовая плюс еще килограмм даже полтора 20 июля сорок второго года краснодон был оккупироваться а где езжали на вот этих мотоциклах марки дкв 39 40 года это настоящий немецкий мотоцикл до сих пор рабочий нам исполниться на своих годах наделали в краснодоне открываться немецкая жандармерия который вы видите перед собой открываться полицейские учатки фашисты выдает приказ за приказом за уклонение от сдачи оружия расстрел за неофонорегистрацию расстрел за слушание радиоприемника тоже но краснодорцы с этим хотят меня поэтому вот краснодона возгварена формируется малый партизанский отряд количественный состав которого был всего лишь 16 человек но к сожалению недолго пришлось просуществовать этому отряду потому что в отряд проникает предатель и все партизаны были или повешены или расстреляны а фашисты вали с краснодона знаешь что на то время краснодоне было действующих более 15 шаг они думали придут краснодон значит наш уголь потечет рекой но они просчитались войдя в город фашисты натыкаются как бы на малый город крепость потому что все жахты были или затоплены водой или полной тертой с лица земли немцы шоке что делать они открыт мастерские куда начали нагонять мальчишек 15 и 16 лет и те шахтеров которые подавлены причине остается в краснодоне но люди отказываются работать в мастерских поэтому в ночь с 28 на 29 сентября 2022 года фашисты выгонят всех мастеров из мастерских выстраивать их колонну по четыре три ряда обматывают людей колючей проволокой ведут пар который находится у нас за музеем и там закапывают их живьем три часа земля ходила ходуном три часа люди были еще живы немцы пригнали своих солдат для утрамбовки земли через три часа земля перестала дышать именно это событие послужило толчком для создания подпорья в краснодоне потому что его ли не свидетели того что происходило в городском парке был ваня туркеневич и серёжа куленин придя домой они были в шоке что делать и туркенец сказал будем бороться поэтому он собирает группу состав которой вошли ульяна громова ваня землюкова левкашевой серёжа куленин люба шуцова васи милашов и виктор тупикевич это был штаб подполье а как назвать организацию было очень много предложений ночью ленин стал и сказал ребята мы молодая гвардия рабочих и крестьян давайте назовем нашу организацию молодая гвардия и уже в ночь с 29 на 30 сентября 42 года в краснодоне начала свой подпольный деятельность подпольно-молодежная организация молодая гвардия мы с вами стоим у интерьера комнаты ваня туркеневича ребята часто собирались до малого друга слушали сводки с фронта по вот такому вот радио затем по памяти писали листовки которые на утро были распространены не только по краснодонну но по краснодонскому району в доме коллега кашевого ребята дали клятву на верность родине на перед вами клятва написано рукой скажите пожалуйста почему вот вы столько фамилий говорить и вот первого кто основатель а только кашевой вот на слуху ну вот только за него мы все знают но и за кого ты говорил девушку сегодня ульяна ульяна ульяцова дело в том что это штаб подполье был и именно они они же были награждены званием героя советского союза они больше всего и знали а других членов штаба не штаба вообще других членов подполья никто не знал а это было 92 человек о каждом не расскажешь это мы научные сотрудники музея мы каждым знаем по фамилии на и их знаем жизненный путь понимать и биографию но людям они ведь не надо герои только вы если я скажу мать и гливанова ни о чем пирожок нет а тех фамилии которые на слуху те мальчишки и девчонки которые получили звание героя советского союза о них конечно знают побольше и знают их потому что называли их именно именами и улицы и самолеты шахты но не другими же именами поэтому она она так и получил какие боевые дела проделали молодые гвардейцы в оккупированном краснодоне на самых высоких точках нашего города это где на шахтных трубах на школе ребята возгружали красные флаги в среду военной маке 4 школы где красный флаг выгрузил серёжа тюлеем а внизу поставил подпись заминированных хотя ним там никаких не волну серёжка серёжка а немцы боялись подойти к зданию до трёх часов дня пока не приехала саперная бригада сваршава уграда фашисты вывезли целый эшелон на том что на рай служить в германии и на фишу придалось вопрос о списке для боевых последующих партий молодая гвардия такова допустить не могла поэтому было решено в ночь с датом на 6 декабря 42 года люба шутова сергей тюленин виктору тяньченко поджигают биржу труда пока немцы выскочили смотрели где что горит биржа сгорела за пламя все со всеми документами это была одна из самых дерзких операций наших ребят молодых гвардейцев это в каком году не понял 42 декабрь месяц ну а ребята хотят сделать что-то больше как много листовок от руки за ночь и напишешь поэтому жора рутинянца на то время им было 14 лет припоминает что до войны была своя типография краснодония который издавала газет так вот жора с мальчишками лет на развали типографии находят типографические шифты это все сорок второго года настоящая вырезать из резины недостающие буквы и здесь же в комнате рутинянцев печатают 1 печатные листовки это листовка 42 года но не только листовки были напечатаны в этой комнате еще и временные комсомоевские билеты потому что некоторым молодых гвардейцам тоже исполнил здесь идет расскажу о двух девушках краснодонок это девчонки были вывезены в германию на каточные работы и попадают немецкий лагерь осленцам где ведут антифашистскую деятельность за что и поплатились они живьем были сожжены в топках лагеря с венцем личный номер так вот какие операции еще проделали наши ребята мы освободили 50 военнопленных из волчинского лагеря подрывали обозы которые немцы хотели вывезти в германию этого шахтное оборудование так необходимо нашим шахтам накануне открытия одной шахт юрии циновскому было дано задание чтобы на шахте сделал диверсию подрезал канат и когда на следующий день немцы торжественной обстановки ждут вот она первая тона угля наконец-таки поднимется на горах до вагонетка поднимается на поверхность но трос не выдерживает он лопается вагонетка летит вниз ствол делает обвал несчастных случаев никто не на вас на шахтах такое случается это была еще одна победа наших ребят молодых гвардейцев потому что за неполных три месяца существования подполья не единая тона угля не было поднят а вот шикарная панорамная какая-то майка где проживали наши первом это ребята молодогвардейцы сейчас это тоже черта города когда ехать на изварина мы выезжаем из города вот это и есть да 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 ну знакомые да да знакомые столом но фашисты выписываются приказы приказом последний который гласил о том что после 18.00 объявляется комендант сейчас а где ребятам работать негде поэтому мальчишки идут к немецкому коменданту города краснодона он ташену и говорят а давайте откроем хотя бы один клуб и вам будет хорошо мы будем концерты давать и мы как молодежь будем вас на виду 2 декабря 42 года открывается клуб где работают три кружка драматических страны церковой директором клуба являлся женя мошкова администратором вот мы с вами стоим у макета клуба в частности сцена где часто выступали наши ребята молодогвардейцы а на сцене вы увидите подлинные музыкальные инструменты на которых они играли их нам передали на хранение родные и близкие молодогвардейцы хочу обратить ваше внимание на подлинные астернические костюмы девочек которые выступали на сцене видите какие они были маленькие маленькие но я был это 14 18 лет перед вами платье не на фотографии не на изображена именно в этом платье а на нем чашка выходила на сцену декламировала стихи в этом платье она была арестована а рядом сценическое платье любви ну конечно когда выступала любка был аншлаг немцам очень нравится когда напела не только на русском крымском языках а еще на немецком не только песни ночи тушки порой не сватывали со своих мест лежали на сцену подпевали любки и даже никто не мог представить себе что во время концертов там других комнатах ребята продумать планы своих дальнейших операций против фашистов на молодой гвардии проникает предатель это был гена почепцов который пишет данное в жандармире называет 18 имен фамилий наших ребят молодогвардейцы 1 января 43 года начинаются аресты в тюрьму была брошена большинство молодогвардейцев перед вами уникальная фотография это тюрьма где содержались наши ребята там сидел юра вицыновский ульяна громова гена лукашев клава ковалева анатолий попов владимир жданов виктор петров и много много других ребят именно там их сажали на раскаленные печи вырезали пятиконечные звезды на груди на щеках на лбу на спине анатолия попова били шампалами до такой степени что кросс начинала брызгать на стены затем его заставляли языком слизывать собственный кросс в тюрьму ребятам именировали кайфу через корешки и крешки задыхались или употрезали первый вздох и опять начинали пыльки те щипцы которые стоят внизу их накалывали на огне до костна и вырывали человеческую плоть были стоны были прики были вопли чтобы все это заглушить фашисты включали патикон говорили мы работаем под музыку перед вами платье жене кикулы в этом платье она была изъятой и шур по шахте номер 5 она хранилась у матери евгении до 70 года когда открывалось здание нашего музея мать евгения принесла платье сказала я хочу чтобы она хранилась где-то у вас пускай в фондах неважно главное музее но мы посчитали нет ни в фондах оно должно находиться занять достойное место в экспозиции нашего музея и она сейчас перед вами они же эта футболка сергея тюленина если присмотреться вы увидите белые пятна это пятна выцелившей крови именно в этой футболке сергей неоднократно выводили на допрос когда в очередной раз перед сережей открылись двери допросной он увидел перед собой полностью обнаженную мать мы отбили при сыне били жестоко сергей ничего не мог поделать поэтому сжимал кулаки кусал губы а когда мать уложили на лавку и начали бить под огами сергей не выдержал и начал немцам дерзить его избили избили до полусмерти когда сережа приходит признание он видит матери на лавке нет а вся лавка забрызгана кровью он опять начал немцам дерзить что было дальше мы не знаем знаем следующее сословие фразе не тёдоровны матери сергея тюленина она нам грел атака когда открылись двери допросная увидела перед собой сына мне было так стыдно я мать 11 детей стою перед своим единственным любимым сыном полностью обнаженную меня били били жестоко я ничего не могла поделать мне не было голосом да и сил тоже не было а когда меня уложили на лавку и начали бить батагами я смотрела на сережку и зная его с балмошный характер думала лишь об одном сережка ты только молчи ты только не дерзи я все выдержу я все вынесу ведь я же мать перед вами записки переданные ребятами из тюрьмы если их прочесть вы не увидите ни стона ни мольбы о пущаде нет даже сидят там они думали о своих родных и близких братья и стёжки перед вами записка виктора петрова отца виктора он на фотографии посредине было живем закопано на городском парке и когда пришли за сергеем викторовичем ему удалось снять с руки часы бросить на пол ведь он носил эти часы как память как реликвию о своем отце когда же пришли за виктором ему тоже удалось снять с руки часы положить на стол семья петровых жила 14 километрах от города краснодона это поселок краснодон и мать каждый день приходила и смотрела на эти маленькие окошко тюрьмы она думала вдруг это выглядит а вдруг что-то выглядит но этого не произошло видите домой удается передать лишь несколько записок в одной из которых творилось следующее мама прости что много ходишь если будет очень тяжело продай мои валенки если будет очень тяжело продать папины часы семье петров было очень тяжело голодно холодно но не часы и валенки мать виктора не продала перед вами фотография коммунистоподпольщика марии георгиевны дымченко ее мужа тоже живем было закопано в городском парке когда пришли за марии георгиевны она поцеловала своих двоих сыновей и ушла на всегда марии домой удается сестрам передать тоже несколько записок в одной из которых говорилось следующее дорогие сестры вернуться домой возможности нет наверное нас расстреляют воспитатель моих сыновей как подобает порядочными гражданами советского союза и настоящими патриотами нашей родины боже как хочется жить 13 января сорок третьего года а 15 января она была живьем сброшена в шурф на длину 53 метра впоследствии сыновья марии георгиевны дымченко станут кадровыми военными наших ребят бросали в шурф начиная с 5 января но массовые сбросы были 15 16 31 января 15 января у анатолия попова был один рождения ему исполнилось девятнадцатку надя в камере маленький клочок бумаги он пишет последнюю записку своей матери он пишет следующее мамочка не плачь поздравь мне днем рождения вы три слезы мама а в девять часов вечера он живьем был сброшен в шуршах пятеро молодые гвардицы были расстреляны бровеньках примущим лесу перед вами камеры где сидели наши ребята частности олег кашевой ему было 16 семена статенко ему было 14 литра собой как дмитрий огурцов люба шутцова все не сидели в этих нечеловеческих условиях но даже сидя здесь ребятам дому давалось передать записки те кому это не удалось сделать они записки писали на стенах так как это сделала люба шутцова она написала мама тебя сейчас вспомнила когда ребят привели в гремучий лес чтобы расстрелять а перед вами макет гремучего леса что в ровеньках их поставили на колени перед только что вырытой ямой сказали не оборачивая на что люба шутцова встала с колен повернулась к своим палачам лицом сказала вы хотите мне расстрелить стреляйте только в упор перед вами на колени я не стану что и было сделано она была убита единственной разрывной пулей в лоб а ведь ей было всего лишь 18 лет буквально две недели не дожили молодых гвардейцев до прихода частей красной армии перед вами подлинная фотография шурфа куда и были сброшены наши мальчишки девчонки это шурф сорок третьего года а рядышком шурф сорок четвертого года он уже расчищен здесь стоят экскурсанты среди которых 8 человек молодых гвардейцев которые остаются в живых когда краснодон был освобожден и многие красноармейцы узнали какая трагедия произошла у шурфа они изъявили желание помочь поднять на поверхность тела наших ребят но поднять их подняли узнавали очень долго потому что все они были обезображены до неузнаваемости ребята узнавали по нательному белью так узнали анатолия попова это у него был день рождения бориса главна узнали по расческе на которой было написано имя лиду андросовую полю сумского узнали по медальону который находился у ребят на груди некоторых девочек узнавали просто покой а 1 марта 43 года состоялись похороны молодых гвардейцев при пламе подлинной фотографии этого периода у нас за музеем устелой скорбящей матери покоится 58 наших ребят молодых гвардейцев соединив три героя советского союза это ульяна громова баня землюков и серёжа тюленин единственная девушка которая была похоронена белом платье это была ульяна громова это было ее выпускное платье когда краснодония начинаются аресты штаб под поле дает последние указания все кто может переходить линии фронта но успели к сожалению немногие всего лишь 16 молодых гвардейцев восемь из которых а это ребята воюют на фронтах великой отечественной войны чему свидетельствует наша карта но к сожалению погибают то есть живых остается восемь молодых гвардейцев пятеро ребят и три девушки а те кто погиб это был вами туркенич который воевал на территории польши был смертельно ранен под городом джешевом где похоронен 6 ноября 43 года под новоград волынским был убит властья борисов и там дали и последний зал это зал слава где призвали шестеро членов штаба под поле которым в 43 году были удостоены были удостоены высокого звания герой сельского союза к сожалению посмертно это ульяна гробов ваня землюков оленко шивой серёжик ленин и люба шестого ваня туркенич был удостоен этой высокой награды лишь 1990 году по указу горбачёва и прошлом году 22 сентября на честь празднования 80-летия со дня создания подпольной молодежной организации молодая гвардия по указу владимира путина диктор сатикевич был удостоен высокого звания героя и последнее что хотел обратить ваше внимание это наше мозаичное пану который делается у нас музей два с половиной года здесь стояла дробильная камень который был привезен к шагу а не только камни подняться не только наш шаг говорит нам это пану о том что если они падают и другие поднимаются идут к счастливой мирной жизни пану это называется знамя что там он мы уже сейчас не прошел его свishing с дедовьюсью жизнь она просто не она заставит к счастливой мирной жизни и растёт и еще не пропитать к счастливой причем такая же энергетика насадения иать к счастливой мирной жизни будет проехать его на мягкие герой вспышки ленин и ворка герой и мой друг что там есть над этим очень серьезно и мы его так же поддерживаем к счастливой еж yep что это говорит что да как так а вот мы подошли к дому олега кашевого сейчас посмотрю заходить сюда нельзя ну так он жил молодцы тут ухожено все-таки как-никак вот а Продолжение следует...